Более 90 человек приняли участие в конкурсе по комплексному благоустройству и около 20 участников предприятий торговли в конкурсе «Цветы родному городу». Все вместе они – одна большая семья Ленинского района, которые каждый день стараются сделать город привлекательнее. Сегодня награждаем победителей. У нас проведено два конкурса в течение лета, осени. Первый – это комплексное благоустройство Ленинского района, где участвуют абсолютно все предприятия, организации нашего города. Это и социальная сфера, сады, школы. Это бюджетная сфера, которая не системы образования. Это предприятия, организации, промышленность наша. Это наши дворовые территории на ведение порядка. Это кооперативы жилищные, ЖЭСы наши, ЖРЭУ. Шесть номинаций. И то, что это конкурс ежегодный и действительно набирает обороты, это, как говорится, у нас уже стандартно. Второй конкурс «Цветы родному городу». Предприятие торговли, общепита, площадки делать тоже, конечно, город туристический. Нужно делать привлекательными. Это и в интересах самих, скажем так, наших организаций, которые готовы принимать гостей, кормить, встречать и оставлять хорошие впечатления. Потом тоже сегодня подведем итоги, наградим лучших. И тоже хотим, чтобы в следующем году их было гораздо больше участников. Жить в чистом и благоустроенном городе куда приятнее, чем просто пустить все на самотек. Именно так и считают сотрудники открытого акционерного общества «Белалка», которое заняло второе место в номинации благоустройства предприятий, организаций и прилегающих территорий. В этой же номинации, но уже призовым первым местом наградили унитарное предприятие «Брест Торчер Мед». Не место красит человека, а человек место с одной стороны. И когда человек идет на работу и видит благоустроенную территорию, когда это не только просто цветы, когда это общий порядок, он же сразу настраивается на положительные эмоции. Как это начинается, как театр с вешалки у нас с проходной. Возле проходной у нас разбитые цветники, и они сопровождают сразу по всей территории, везде возле конд. У нас территория небольшая, это один и два гектара в центре города, и поэтому нам приходится каждый уголок использовать с пользой, и тем самым украшать не только территорию, но и создавать хорошее настроение. Наши работы начинались комплексно к тысячелетию, то есть мы обновили фасад, сделали благоустройство, ну и мы постоянно поддерживаем, то есть каждым годом мы всегда на территорию приносим что-то новое. Стараемся именно озеленять территорию, потому что цветы, получается, деревья, это очень радует глаз, плюс это все-таки и экология, это защита окружающей среды, ну и плюс этим мы всегда дышим, поэтому стараемся приносить праздник именно для своих, для горожан. Особенно красивый вид придают нашему городу территории кафе и ресторанов. Небезразличными остались и сотрудники ресторана Тратория Базилика, которые желают сделать наш город краше, не жалея своего времени и сил. Мимо их арт-объектов нельзя пройти не улыбнувшись. Бесподобные композиции из цветов и творческие выдумки в виде яркого зеркала радуют взор и душу брещан. Территория учреждений образования. Эти локации отличаются особым шармом и какой-то особой творческой энергетикой, и это придает мотивацию подрастающему поколению к поддерживанию чистоты и красоты вокруг себя. Начальная школа номер пять уже не первый раз принимает участие в конкурсе. В этом году показала высокий результат и заняла первое место в номинации благоустройства учреждений общего среднего образования. Нам приятно работать в безопасных, комфортных и эстетичных условиях. Для этого каждый год мы придумываем что-то новое, совершенствуемся, не стоим на месте. Наш успех – это слаженная работа нашего трудового коллектива, наших родителей, законных представителей, обучающихся. Конечно, при ощутимой финансовой и физической поддержке наших шефов «Санта-Премор» и «Брестский мусороперерабатывающий завод». В этом году проведено благоустройство территории нашего учреждения, выложены пешеходные дорожки, установлены детские качели, отремонтирован и окрашен фасад здания, и на фасаде здания появилась эмблема нашей школы. В конкурсе приняли участие и дворовые территории, что немаловажно. А для мотивации к последующим достижениям других дворов, территория, которая была признана лучшей в этом году, получила подарок от председателя Брестского госполкома Сергея Лободинского – игровую детскую площадку. За обновлениями и благоустройством стоит большая и кработливая работа, а конкурс – это стимул достигать победы. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук, Новости Бреста.